Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткий по делу дать. С вами обсудим, что происходит на рынке и, соответственно, каких дальнейших движений нам с вами предстоит ждать. Та скорость, с которой переобулось огромное количество аналитиков, конечно, поражает. Ещё буквально недавно абсолютное большинство аналитиков топило за то, что у нас с вами будет продолжение падения. Сейчас такси переобулись. Причём, почему я это говорю? Не хочу себя там как-то выделить. Просто, ну, ничего не поменялось на графике. Как была инфа полторы-две недели назад, такая она и осталась. Ладно, давайте с вами будем разбираться. На самом деле, сегодня я хочу ещё затронуть одну довольно важную тему. Мне довольно часто начали писать насчёт того, что эфир умрёт из-за перехода на Proof of Stake post-mining. Ну, есть там умные люди, которые там ещё одну статью на блоге пишут каждые три дня. И я хотел бы объяснить вам, почему на самом деле это очень круто. Да и, в принципе, поговорим немного о майнинге. Начнём, пожалуй, с ситуации по биткоину, потому что там у нас с вами произошёл откат аж на целых 45 долларов. Почему я на это обращаю внимание? Потому что, действительно, такие движения, они, ну, вообще несущественные. На таком жёстком флете, реально, люди уже начинают там воспринимать каждое движение, там, как какой-то намёк на тренд, на создание нового тренда. Действительно, да, там, я в среднем где-то, ну, раз в час, раз в два часа всё время проверяю курсы и всё время смотришь, такой, ровная черта. Даже ни в бар, ни в верх, ни вниз просто. Торгов не было. Торгов не было. Всё время держимся на одном уровне, соответственно, 3500 плюс-минус. Сейчас мы с вами немножечко ниже ушли и, вопреки многим прогнозам, увы, друзья, я сейчас должен сказать, что у нас с вами локально будет откат. Поясню, почему я так считаю. Для начала хотел бы задать вопрос. Есть аналитики, которые считали, ну, те, кто смотрит мой канал, они знают то, что я уже разбирал, почему этот вариант не может быть, но всё же аналитики считали, что, возможно, у нас будет второе дно. И одновременно утверждая это прогнозирует поход биткоина к уровню 2800 долларов. Ну, что-то, блин, не вяжется, не так ли? На данный момент информация второго дна у нас с вами исключается. Я всё-таки настаиваю на том, что у нас идёт продолжение фазы накопления. Но всё не так просто. Мы с вами не должны забывать то, что у нас с вами довольно большое количество контрактов, которые стоят в лонг. Но помимо лонгистов, у нас с вами есть и шартисты. Какая цель шартиста? Цель шартиста – поймать курсы до, соответственно, дна предыдущего, соответственно, до уровня 3150-3200 плюс-минус. Но, действительно, сейчас можно наблюдать довольно большое формирование объёмов на покупку, что, в принципе, даёт предпосылки к продолжению роста внутри канала. Единственное, у нас довольно большое количество лонгов, их было бы логично подвырезать, причём сделать так, чтобы при этом не заработали шартисты. Соответственно, каких движений я сейчас ожидаю? Я думаю, что мы всё-таки будем локально наблюдать просадку. Просадку до уровня 3300 плюс-минус. Это моя единственная корректировка к предыдущим прогнозам. Соответственно, далее я ожидаю рост. Ну, до каких уровней и тому подобное, можете посмотреть в предыдущем выпуске. Я там всё довольно подробно рассказывал. Далее хотел бы затронуть довольно важную тему с соображениями, которые, в принципе, никто из топ-каналов не озвучивал по Proof-of-Stake и Proof-of-Work майнингу эфира. Но вначале пару слов о спонсоре данного выпуска. А спонсором выпуска является криптовалютная биржа OneDarks.com. Это первая в мире криптовалютная биржа с отрицательной комиссией для текеров. На бирже обычно маркетмейкеры – это роботы, и они стоят пассивными заявками. Они стабильно зарабатывают на разницу цены, продажи и покупки. Поэтому логично, чтобы роботы и платили комиссию за сделку, а не обычные трейдеры. На бирже можно торговать фьючерсами, вставать шорт, ставить стопы. Размер контракта всего 1 доллар. Можно торговать небольшим депозитом. Также на бирже есть маржинальная торговля с плечом до 20x. Данная биржа лицензирована в Евросоюзе. Довольно простая регистрация. Да, биржа новая, но отрицательных отзывов я по ней не нашел. Если вас заинтересовала данная биржа, то ссылку на нее вы можете найти в описании. Давайте вначале для тех, кто в танке. На данный момент эфир майнется по алгоритму Proof-of-Work. Доказательство работ. Соответственно, мы майним карточками. Карточки решают задачки, ищут блоки. Соответственно, за каждый добытый блок получает пул или, соответственно, человек, если один майнит, получает свои эфирки. И таким образом мы с вами получаем эмиссию эфира. То, что я сейчас буду рассказывать, на самом деле актуально, по моему мнению, только для эфира. Но алгоритм Proof-of-Work на данном этапе, он не очень хорош для эфира. Объясняю почему. Алгоритм Proof-of-Stake, то есть, это создание ноды, когда у вас есть какое-то большое количество эфира, и вы регулируете транзакции, подтверждаете их, соответственно, или отклоняете. Ну, соответственно, за счет этого происходит эмиссия без использования карточек для майнинга либо айсиков. И переход на формат Proof-of-Stake майнинга, соответственно, доказательства владения, для эфира довольно хорош. По какой причине? Я хотел бы вам напомнить то, что на эфире довольно большое количество ICO, смарт-контрактов. Очень многие проекты привлекли большие средства через эфир. И сейчас перед такими проектами, на самом деле, встает большой вопрос, на каком уровне продать этот эфир для того, чтобы либо исполнить свои обязательства, ну, либо, чтобы более выгодно уехать куда-нибудь на острова. Сложный вопрос. Алгоритм Proof-of-Stake для эфира сделает довольно хорошую работу. Вместо того, чтобы эти активы просто сливались, все эти крупные держатели актива будут делать ноды эфира и, соответственно, на нем зарабатывать. В свою очередь, это ограничит жесткий слив эфира и будет способствовать благоприятному росту. Теперь довольно важный момент насчет самих майнеров. Типа, все, перейдет на Proof-of-Stake, те, кто майнит эфир, они разорятся. Нет, друзья, они не разорятся, потому что в любом случае будут даже, возможно, новые монеты на таком алгоритме. Объясню почему. Как минимум, причин куча, но я хочу обсудить одну причину, которую, ну, я, по крайней мере, не видел, чтобы кто-то обсуждал. Это такие гиганты, как Nvidia и AMD. Они просекли фишку, то, что на майнинге можно очень хорошо заработать. В этом году они уже показывают убыточные отчеты по сравнению с предыдущим. Потому что в предыдущем году они не успевали делать карточки, потому что действительно был жесткий ажиотаж в связи с майнингом. И все те, кто прошли вот этот путь майнерский, они прекрасно знают, как особенно там на волны хайпа было тяжело купить карты. Реально люди были готовы переплачивать, прям феноменально сильно переплачивать. Деньги есть. Потому что реальная стоимость карточки, ну, той же 1060, она составляет там 7-8 тысяч. Сейчас она стала гораздо дороже. В моменты хайпа вообще минимальная стоимость за эту карточку составляла там 20-21 тысячу рублей. И тут я хочу обратить внимание на то, что я говорю о младшей трехгиговой версии. И понимаете, как минимум таким гигантам это выгодно. Они будут создавать те же алгоритмы, будут подталкивать создание этих алгоритмов, которые будут в свою очередь вынуждать огромные массы покупать их видеокарты для того, чтобы продолжать майнинг. Тем более здесь можно очень хорошо спекулировать на том, что вот раньше был такой хайп, люди покупали карточки, окупались. Действительно, я хочу сказать, что я купил фермы, ну, неважно сколько я купил, как минимум в два раза у меня окупились фермы. И тут понимаете, довольно важный момент, что этот код они закрывают в минус, соответственно стоимость этих акций падает. Им действительно легче сделать алгоритм, либо пододвинуть новости, когда под это будет готов рынок. Ну и соответственно опять начинать продавать свои мощности. Теперь хотел бы с вами поговорить по поводу хардфорка эфириума. В конце февраля у нас с вами должен произойти этот хардфорк. Объясни мне, почему эта технология настолько трансформационная, что люди думают, что она изменит мир? А хер его знает! Я не исключаю то, что он будет. И здесь хотел бы обратить ваше внимание, что, наверное, не стоит жартить сейчас эфир. Эфир у нас с вами может очень резко прыгнуть и показать очень хороший вертолет. Потому что навряд ли он прыгнет на 200 долларов и зафиксируется на той стоимости. В любом случае на уровне 200-180-200 долларов этот актив будут продавать. Поэтому даже если сейчас будет давить эфиры, мы будем с вами наблюдать незначительную просадку. Причем здесь хотел бы обратить внимание, незначительная просадка это 90-95 долларов. Это важно. Просто потому что там 2 доллара, это для кого-то взрыв мозга. Нет, друзья, я считаю, что мы с вами должны понаблюдать за этой новостью. Не стоит шортить эфир, потому что действительно можно будет пропустить довольно неплохой по нему рост, если этот хардфорк все же реализует. Друзья, поделился с вами довольно важным соображениями. Соображения, которые, надеюсь, вам будут полезны. Буду очень вам признательна, если вы поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите данный выпуск лайком. Также, если вы не хотите пропускать качественную фундаментальную техническую аналитику, подписывайтесь на мой канал. Работаем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok